МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Молодая 64-летняя мама. Испанка родила близнецов в почти пенсионном возрасте. 53-я Мюнхенская конференция по безопасности открывается в пятницу и продлится до воскресенья. В ней примут участие по меньшей мере два высокопоставленных представителя новой администрации США. Вице-президент Майк Пенс и министр обороны Джеймс Мэттис. Также участвовать в конференции намерены канцлер Германии Ангела Меркель, генсек ООН Антонио Гутерреш, глава Европейского совета Дональд Туск и глава европейской дипломатии Федерико Магерини, генсек НАТО Йенс Толтенберг, президент Польши Анджей Дуда, президент Украины Петр Порошенко и президент Афганистана Ашраф Гани. В общей сложности, по данным организаторам, более 30 глав государств и правительств и более 80 министров обороны и иностранных дел, а также исполнительный директор правозащитной организации Human Rights Кеннет Рот, основатель Microsoft Билл Гейтс и даже известный британский певец и активист Бона. Темами конференции в этом году станут будущее трансатлантических отношений и НАТО после прихода к власти в США Дональда Трампа, сотрудничество внутри ЕС в сфере оборонной политики и политики безопасности, отношения с Россией, война в Сирии, ситуация в Украине и Юго-Восточной Азии. Также участники конференции обсудят информационные войны в 21 веке. Основным рабочим днем мероприятия традиционно является суббота. В этот день будет выступать канцлер Германии Ангела Меркель. Мюнхенская конференция была основана в 1963 году, как заседание представителей оборонных ведомств стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум, собирающий политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из более чем 40 стран мира. Конференция ежегодно проходит в гостинице Байри Шехов под председательством известного немецкого дипломата Больганга Ишингера. В Мюнхене не подписывают коммуники и соглашения. При этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня. Сегодня истекает последний день переговоров между властями и бастующими работниками госсектора. Власти готовятся ответить на претензии учителей, воспитателей, полицейских и других бюджетников, которые требуют пересмотреть оплату их труда. Мы бастуем уже два дня. Это были предупредительные акции протеста и сегодняшний день переломный. У нас есть целый пакет требований, и мы готовы идти на разумный компромисс. Либо власти пойдут нам навстречу, проведут переговоры и сделают какие-то интересные предложения, либо мы перейдем к более активным действиям. У нас есть около десятка требований, а не одно. Если на эти наши требования власти дадут встречные предложения, конечно же, мы будем вести переговоры и менять свои требования. Напомним, череда протестов в госслужащих началась несколько дней назад. Забастовку объявили воспитатели немецких дошкольных учреждений и учителя школ. Профсоюзы грозили забастовками с самого начала 2017 года, требуя увеличить зарплату бюджетникам на 6% и улучшить условия труда. Еще одно требование протестующих — пересмотреть коллективные договоры федеральных земель, таким образом, чтобы выровнять оплату труда. Согласно действующим сейчас документам, воспитатели в более нагруженном и престижном Берлине получают в сумме меньше, чем в соседней земле Бранденбург. К протестующим учителям и воспитателям присоединились и другие сотрудники бюджетной сферы и госслужащие. На работу не вышли чиновники, которые выписывают штрафы. Всего в забастовке принимают участие 100 тысяч человек. Из них 30 тысяч — это сотрудники сферы образования. Детские сады остаются закрытыми. В школах отменены уроки, а время ожидания в госучреждениях увеличилось из-за отсутствия работников. До 75 увеличилось количество жертв теракта в суфийской мечети пакистанского города Сихван в провинции Синд. Ранения получили сотни человек. По словам очевидцев, террорист зашел в мечеть, когда шел традиционный ритуал, завершающий вечернюю молитву. Он бросил гранату, но она не взорвалась. Тогда преступник взорвал на себе бомбу. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Пресс-секретарь благотворительной организации ЭДХИ сообщил агентству «Рейтерс», что смертник предположительно целился в женское крыло мечети. Поэтому вследствие взрыва погибли 30 детей, которые пришли на службу с родителями. Старший офицер полиции Шабир Сетхар предположил, что количество погибших может возрасти. Большая часть раненых находится в критическом состоянии. Это большая трагедия, особенно для жителей провинции Синд. Синд – это земля мирных суфийских святых. Здесь нет места для терроризма. Мне так больно, что трудно передать словами. У нас очень плохие меры безопасности, много нелегальных отелей. Нужно повысить меры безопасности, чтобы подобного больше не произошло. В провинции Синд объявили трехдневный траур. В целях безопасности Пакистан закрыл часть границы с Афганистаном на неопределенный срок. Вице-президент компании «Самсунг» – крупнейшего промышленно-финансового конгломерата Южной Кореи – в ночь на пятницу был арестован судом Сеула. Лиджи Йона обвиняют во взяточничестве, присвоении средств компании и даче ложных показаний. Государственные обвинители требовали его ареста еще в январе. Однако тогда суд отказался это сделать. На этот раз прокуроры добавили Лиджи Йону новые обвинения, в частности, в нарушении закона при выводе средств за рубеж. Руководителя «Самсунг» за последние месяцы неоднократно допрашивали по делу о связях с Чхве Сунсиль – близкой подругой и доверенным лицом президента Пак Кэнхе. Лиджи Йона подозревают в незаконной передаче фондам, связанным с Чхве, 36 миллионов долларов. Руководство компании утверждает, что взносы делались под давлением со стороны президента. Поэтому «Самсунг» считает себя пострадавшей стороной. В Испании 64-летняя женщина родила близнецов. Они появились на свет в результате кесарево сечения. В этой стране при рождении двух и более близнецов предписывают именно такой вид родов. Операцию делали в больнице Бургаса. Забеременела женщина в результате искусственного оплодотворения. Над родами работала целая команда врачей. Два гинеколога, две акушерки, два педиатра. Кроме того, задействовали специальное оборудование, которое используют в таком случае. Правда, нельзя сказать, что это первый визит роженицы в больницу Бургаса. Шесть лет назад она родила первого ребенка, девочку, тут же. Однако спустя три года ее лишили родительских прав. Как сообщает испанское издание Diario de Burgos, социальные службы сообщили, что малышка жила в непригодных материальных условиях. Ей не хватало социализации, да и вообще свежего воздуха. Поэтому ее отлучили от матери и передали в приемную семью. Это один из лучших стейков Нью-Йорка и фирменное блюдо старейшего ресторана города Sardis. Правда, нежная мякоть приготовлена не для клиента ресторана, а для собаки. Самый желанный кусок мяса – сирлойн стейк. И этот пес его действительно заслужил. Немецкая овчарка по кличке Румор стала победительницей престижной выставки Westminster Kennel Club, проходившей в Нью-Йорке на этой неделе. Жюри предстоял трудный выбор, ведь за первое место соревновались более 200 800 собак. Четвероногих конкурсантов оценивали не только по внешнему виду, но и по физической форме, а также готовности выполнять команды. Хозяин Румор – Кент Бойлз. И новичок в таких шоу. Он разводит немецких овчарок уже 35 лет. Ей сейчас хорошо, правда, все время ищет место, чтобы прилечь. Мне кажется, она чуть подустала. Это была тяжелая ночь. Долгая дорога на выставку, ну а после победы, конечно же, вечеринка. Но она держалась молодцом. Победителю конкурса вручают серебряный кубок. Но для Румор главный приз, конечно же, стейк. Выставка собак одного из старейших кинологических клубов Америки проходит с 1877 года. Немецкие овчарки одерживали победу в этих соревнованиях всего дважды. Будьте в курсе событий. Все новости Германии, Европы и мира на сайте Нового Время. m-c.tv И на наших страницах в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова